Значит, на что я хотел обратить особое внимание. Значит, дело в том, что в нашей историографии, как в русской, так и в советской, практически все историки, юристы, ну, в частности, такие авторитеты, как Юшков, Зимин, значит, Свердлов, Сахаров и другие, они говорили о том, что по своему духу и по своей букве русская правда очень напоминала так называемые варварские правды Западной Европы, ну, в частности, Солическую правду Франков, Баварскую правду, Саксонскую правду и так далее, и так далее. Однако наиболее проницательные историки, ну, в частности, академик Милов и профессор Кузьмин, они очень верно подметили, что по своему духу, а не только по букве закона, русская правда как раз серьезно отличалась от европейского и июзантийского законодательства. Чем? А вот чем. Во-первых, в русской правде отсутствовала совершенно, совершенно, я подчеркиваю это, такая форма наказания, как членовредительства. То есть, например, отрезание или отрубание рук, там, ног, голов и т.д. и т.п. И вот это вот, значит, членовредительство в русской правде заменялось штрафами или верами. И второе, что очень важно, достоинство личности любого человека хранялось куда выше, чем собственность, частная собственность. И вот для доказательства этого постулата я вам приведу буквально два примера. Вот мы возьмем две статьи из русской правды. Значит, это статья 3 и статья 11. Вот посмотрите, значит, каково содержание этих статей. Статья 11. Аще кто поедет на чужом коне, не прошав его, то положите 3 гривни. Статья 3. Аще ли кого ударят, то есть ударят батогом, любожердью, любопястью, или чашою, или рогом, или телеснею, то 12 гривни. То есть, смотрите, кража боевого коня, она наказывалась в размере 3 гривен, то есть стоимости этого коня. А нанесение личного оскорбления во время какого-то поединка или драки наказывалось в 4 раза выше, то есть 12 гривен. Вот вам яркое свидетельство того, что уже тогда в Древней Руси, значит, достоинство личности ценилось куда выше, чем частная собственность. И этим принципиально отличалась матрица, сама матрица нашего народа, вот, так сказать, европейских народов. Ну и последнее я хотел сказать о том, что вообще-то вот в русской правде как раз содержался тот перечень, значит, населения, о котором мы говорили в одной из предыдущих лекций. Устанавливались разные формы штрафов за воровство, убийство и так далее, и так далее. Это речь идет о смердах, рядовичах, закупах, холопах, значит, представителях княжеской администрации, в частности, огнещан, тюнов и так далее, и так далее. Причем, значит, я повторяю о том, что основным видом наказания являлись виры или штрафы, ну, а уж совсем такой тяжелой формой наказания являлся так называемый поток разграбления, когда имущество преступника подлежало полной конфискации, а сам он за свое преступление, значит, отдавался в рабство. Ну вот, я на этом хотел бы закончить свою лекцию, посвященную истории Древней Руси времен Ярослава Мудрого. Благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok